Девочки и мальчики, доброго всем денёчка, времени суток, у кого что. Страна большая и часовых поясов очень много. Смотрите, работа, просто какая-то, знаете, цикличность, она не останавливается. Даже вот недавно показанные орхидеи, пересадки, сейчас у меня это всё поливается. Хочу вам показать первый полив, второй полив орхидей, которые были пересажены в разные, в разные посадки. Со сменой грунта, полной, с частичной сменой грунта. Какие препараты применяю при частичной смене грунта. И какие я люблю применять обогащённые составы при полной смене грунта. Для того, чтобы у нас всё с вами получилось и корневая система растения заработала в новой посадке с новой силой. Так, вот это я вам красоту показывала. Малышню, вот эту вот, которая там вот, посмотрите, на стволике детки, сколько она там корней выпустила. Боже мой, хочу поддержать. Сейчас, конечно, я делаю упор на удобрения, которые содержатся в составе усиленную формулу азота. Относительно других компонентов. Но у меня, знаете, какой состав? Обогащённый азотом и калием. Без присутствия фосфора. Я не хочу стимулировать ни матушку, ни детку на цветение. А фосфор всё-таки это очень активное пробуждение цветочных почек. Пока он этой орхидее не нужен. Поэтому, что я сделала? Развела вот эту мою любимку. Вообще, знаете, вот на канале я показываю, конечно, те препараты, которые я для себя выделила. Сегодня один, завтра другой. Но они имеют место быть в очень активном применении. По моим растениям, по моим цветам, по моим орхидеям. Почему я сделала предпочтение по этим препаратам? Всё очень легко. Наблюдение, выводы, практика применения. И, конечно же, из всего обильного числа возможных препаратов я выделяю именно те, которые дают хорошие результаты. Можно сказать, даже не хорошие, а отличные результаты. Гуаноколон Гроу, вегетация. Формула 5, азота. 0, фосфора. Калия 3. Развела. И, конечно, сейчас вот эту вот красотень я буду поливать. Вот как раз в этом случае мы не говорим о возможной стимуляции растения на появление корней у деток. А мы говорим сейчас о том, что поддержим орхидею, подкормим этим составом микрофлору посадки, обогатим. Потому что полезные грибки и бактерии, они тоже очень хорошо поддерживаются вот этим богатым органическим составом. Ну, скажем, он деликатный очень. Он не засоляет грунт. И в этом его предпочтение. Очень большой плюс я отдала именно этому пунктику. Не засоляет корневую систему. Не засоляет грунт. И поддерживает микрофлору. Питает микрофлору. Обычно я подливаю, сейчас покажу, сколько, пару сантиметров погружением. Потому что у матушки очень хорошая корневая. Ну, знаете, что могу сказать? Она немножко была увлажнена. Вот во время предыдущего показа я просто немножко по поверхности не, наверное, не достану. Посмотрите, какие корни замечательные. у материнской орхидеи, они дают очень большую силу детке. Мало того, что матушка сама прекрасно развиваете. Вы видите, как она выглядит, да, замечательно. Но вот эти корни, они способны на многое. Поэтому поддержим и матушку, и детку. Всё, это мы сделали. Всё, вода долилась в нижний уровень. Никуда ничего не выливаю. Несу на стеллаж. И так до следующего полива. Полив следующий будет, когда вода полностью уйдёт из уровня керамзита, насыпанного во внешний горшок. Это а-ля двойное содержание. Корней много и пьют они очень-очень много. И стоит она у меня на верхнем уровне стеллажа под хорошей подсветкой. Лампа 40 Вт. Правда, из светофора, но я вам могу сказать, лампа дешёвая. Но свой функционал она выполняет на все 5000 фитоламп по цене. Так, всё. И там жарко. Там быстро всё просыхает. Поэтому не забываю вот так вот поливать и поддерживать орхидеюшку. Испарение ещё очень хорошо происходит за счёт того, что стенки двух горшков, они не соприкасаются. Есть пространство для воздухозахождения и испарения поливочной воды. Далее. Вот эта скульптура. Орхидея, которая пересаживалась сохранённым корневым комом. И в этом корневом коме оставался старый грунт. Наверное, в 80% из предыдущей посадки. Вместе с вами пересадили. Уложили корни в диагональ. Потому что там нужно было присоединить ярус воздушных корней, которые вот здесь вот на орхидее были. Я их туда опустила и всё. Когда мне пишут, ой, вы неправильно пересаживаете, надо было заглублять все корни туда в посадку. Девчонки, вообще не претендую ни в коем случае на ваше умение. Делайте, как вы умеете. Я делаю так всегда, как привыкла делать. А самое главное, именно показывают те способы пересадок, переукоренения растений, омоложения, которые имеют высокие результаты. Так, не заглубляю я стволы. Вот, ну не заглубляю, девочки. Хотите, заглубляйте сколько хотите. Я, конечно, понимаю, что вы хотите, наверное, мне, ну, как бы подсказать, да, что нужно так сделать. Я это всё знаю, понимаете. Когда конструктивные комментарии с добром написаны, да, вот там до пастерина, можно вот так вот сделать, да. Но когда это, комментарии приходят в какой-то неповествовательной форме, а именно твёрдо указательной, что я неправильно делаю. Девочки, я умоляю. Знаете, вот давайте будем предельно деликатны и тактичны друг к другу. Очень хочется вот как бы сегодня в видео вот это озвучить. Иногда я пропускаю эти комментарии. Я даже могу на такой комментарий указательный, который вот просто хочет указать мне на мои какие-то ошибки. Иногда я, даже не иногда, а часто таким комментариям сердечки ставлю. Это означает, что я прочитала и ознакомилась с вашей точкой зрения. И стараюсь относиться к вашей точке зрения деликатно и тактично. Поливаю гуанакалонгом. Почему, девчонки? Состав грунта сохранён. Добавлена новая кора в посадку. Для этого горшка, я скажу, что это мелкая фракция была коры. Очень легко было с ней работать, потому что она просыпалась везде. И вот как раз добавление. Помните, как делали, да? Циафлорки мы добавляли, начиная с среднего уровня. Вот она тут располагается. И вот как раз сейчас я полью гуанакалонгом для поддержания именно гроуна, вегетацию. Для поддержания экосистемы посадки. Той сохранённой, сохранённого грунта. И чтобы она очень-очень быстро разрослась на новую кору, которая пошла в посадку. Вот, сейчас хочу подлить. Прошло, кстати, двое суток после пересадки. Я вам говорила, что раньше поливать не надо. Там влажный грунт был предыдущий, корневая была очень хорошо увлажнена. Я полью до погружения горшочка где-нибудь на 0,5 сантиметра. Вот, сейчас вы всё увидите. Вот так, даже на сантиметр получилось. Но там у меня циафлора, керамзит, помните, да? На дне горшочка. И крупные кусочки коры. Поэтому норм. Можно убрать через часочек всю воду из внешнего горшка. Можно так и оставить. Ничего не будет. Там всё будет замечательно. Потому что сейчас минимальное соприкосновение корневой системы с водой. Даже её отсутствие соприкосновения. Но вода сейчас по лифтовой системе, по коре, она будет подниматься туда, куда нужно. И старый грунт возьмёт какой-то процент влаги. Поэтому всё. Эту полили. Это, кстати, первый полив после пересадки. Удобрение органической формулы для поддержания корневой системы, для активации микрофлоры посадки и для питания микрофлоры посадки. Дальше, что колдую. Наливаю в кувшин 2 литра воды. Вода градусов 27-28. Тёпленькая. Достаточно тёпленькая нужна. Для того, чтобы развести следующий состав. Я беру дружественные споры. Это два вида триходермы, харцианом и вериды в одном флаконе. Он разводится на литр. Берётся 1-2 грамма. Я чуть-чуть поэкономлю. Я сейчас их буду будить. Поэтому я возьму 1 грамм препарата на литр воды. А у меня 2 литра. Значит, я беру 2 граммчика препарата. И буду будить споры. Каким образом? Дам немножко времени им проснуться и заработать. Для этого в этот состав я добавлю... Так, триходерма вот у меня какая. Вот смотрите. Триходерма верида, триходерма харциану. Видите? Так, обеспечивает защиту от грибных и бактериальных заболеваний, способствует росту и развитию растений, повышает плодородие почвы. Ага. Это как раз то, что нам сейчас нужно для полива. Вот таких вот монстриков. Сейчас я вам всё покажу. Сюда, в этот состав, я беру мой любимый аминосил. Видите, сегодня сколько препаратов я вам показываю. Вот именно им я сейчас буду будить споры аминосил, аминокислоты, которые очень легко поглощаются всеми дружественными грибками, бактериями, которые мы вот в одном комби-составе используем. Вот такое вот пробуждение и питание. Я оставлю этот состав минут на 20-30. Пусть всё это заработает. Вот если бы я развела 2 грамма триходермы на 1 литр, тогда можно было не оставлять, не будить. Я решила поэкономить, поэтому сейчас я их разбужу. Они начнут просыпаться, активничать и они достаточно быстро начинают делиться. Получая нужное питание. Аминосил у меня для орхидеи вот такой. Есть у вас для комнатных цветущих. Берите его, не проблема. Триходерма. Каждый раз при использовании состава обязательно его смешивайте. Триходерма – это споры грибки, которые не растворяются в воде. Они в воде просыпаются, они с собой обогащают воду, заполняют воду, но они в ней не растворяются. Поэтому триходерма, через какое-то время вы увидите, она как бы осадком на дне баночки, в которой вы разводите её, она оседает. Поэтому каждый раз при заливе орхидей размешивайте этот состав, чтобы триходерма прямо вот туда-туда везде проникла, а не осталась на дне ёмкости, в которой вы разводили её. На самом деле производителей триходерм великое множество. У меня и вот такая есть хорцианом в одном флаконе. Не две споры верида и хорцианом, а одна. Есть у меня ещё другая формула, вернее форма выпуска от другого производителя, где гранулки триходермы, и их прям вот рекомендовано производителям присыпать по поверхности посадки, а потом впрыскивать. Они с поливочной водой уходят внутрь и там остаются. Пока раствор готовится, я вам покажу укоренённую детку, у которой, ну, так листочки уже паникали, вы видели, что я в течение недели эту детку после отсоединения держала просто в открытой системе, с открытыми корнями, немножко увлажняла их и добавляла разные стимулирующие, роста регулирующие составы. И вот сейчас, после того, как я разместила, посмотрите, как хорошо, вот эти подпорчики уже сработали отлично, их можно, кстати, убирать. Вот, потому что тургор листиков у этой орхидеи уже восстановился. Пока оставлю, потом уберу чуть-чуть попозже. Так, по корням. Была посадка кора, кокосовые чипсы, волокно промытое обязательно, создание в нижней уровне посадки много воздуха, это в предпочтении, приоритете, когда я делаю пересадки, посадки орхидеи. Я вам об этом всегда напоминаю. Мох какой-то, процент мха у меня пошёл в посадку. Смотрите, как хорошо заработала корневая система. Вот, буквально за 4 дня тургор листьев восстановился. 4 дня для орхидеи фаленопсисов это очень быстро, я вам могу сказать. Только мои наблюдения, только практика применения и практика восстановления даёт мне возможность делать именно такие выводы. Так, и сейчас я вам покажу. Эту мы будем заливать пока в сторонку. Сейчас покажу вот эту красоту. Это вообще чудо какое-то. Это детка великорослая, снятая с пенька. Орхидеи, африканский закат. Они и одна, и вторая, вот сейчас показанное вам это, и это, в один вечер отсоединялись. Ровно неделю они были вне посадки, одна и вторая, и в один день, в один вечер они пересаживались. Всё это можно увидеть в моих видеосюжетах. Так, попёр лист. Вот он, видите? Тоже 4 дня назад всё это случилось, всё произошло. И ту, и другую, вот эту, и вот эту. Я через сутки после пересадки полила. Ой, слушайте, девчонки, у меня так много пересадок, я уже забыла, чем я поливала. То ли экофусом, то ли гуанакалон гроу. На вегетации, по-моему, колон гроу. Да. Я как раз на кухне поливала растения свои, орхидеи, именно гроу. И вот полила. Посмотрите, что за 4 дня. Красота. Ну, это просто красота. И лепота. Видите, что? Как им хорошо там внутри. Просто замечательно. Вот сейчас корни посадки и 1 и 2 орхидеи, которые сейчас вот я вам показала, они пока не нуждаются в поливах. Их поливать не нужно. Грунт увлажнён, мох увлажнён. Закрытая система посадки, кстати, была сделана для этой кариночки, африканского заката. А ещё что хотела вам рассказать. Растение рослое, крупное. В этом состоянии орхидеи уже способны цвести. Цвести хорошо, мощно, красиво. Но не в этом случае. Почему? Хорошая, классная, наземная часть. Но, когда мы вместе с вами пересаживали, я вам сказала, маловато корней. Маловато. Поэтому сейчас у меня идёт уклон применения удобрений в отношении этой орхидеи, конечно, в сторону улучшения вегетации. И обогащения экосистемы посадки путём внесения богатых органических составов, богатых в том числе теми необходимыми микроэлементами, которые и благоприятно влияют на экосистему микрофлору посадки. Поддерживает дружественные грибки и бактерии, нормализуя всё внутри горшка и тем самым сохраняя и оберегая корневую систему от разных видов инфекций. И ещё, вы знаете, очень хочется сказать, все видео, публикуемые на моём канале, нельзя принимать как учебный материал. Девочки, это только практика наблюдений, практика применения, и это просто именно та форма повествования, рассказа, про которую я могу вам вот рассказать, понимаете. Поэтому всё, что вы видите, это можно послушать, можно повторить, получить результат, либо не получить. Если вы не получаете результат, проанализируйте, а почему у вас результат не достигнут при применении тех или иных составов, а у меня он есть, понимаете. Вот здесь всё, конечно, в ваших руках. Так, вот это, напоминаю, это щенятки, либо это домашнее название щенятки, потому что цветочки, как мордашки щенятков маленьких, Sunrise Red Poker Esme, красавица, и Ravella, посаженная в закрытую систему посадки и интерьерная посадка колба. Прошло ровно двое суток после размещения орхидеи вот таким вот интерьерным способом. Зачастую в посадку, не зачастую, а в основном посадку для этой орхидеи пошла воздушная корневая система, но и некое количество всё-таки грунтовых корней. Вот сейчас внизу, конечно, немножко влажновато, но, вы знаете, так как у орхидеи, вот посмотрите, у неё всё-таки есть нарушение тургоролистиков, но я вам могу сказать, спустя двое суток она повеселела. Вот она реально, я беру листочки, она реально повеселела. Значит, корневая система, которая без грунта выдерживалась в этой колбе какое-то время в воде, она ночью в воде постояла. Вы знаете, хорошо корневая так это подпитала листочки, сама наполнилась, то есть вот эти гуляющие воздушные корни, которые были сморщенными, они как-то подрасправились. Вот, ну и потом, мы вместе с вами пересадили её вот именно таким способом. И вот как раз сюда и сюда мне нужно заселить подготовленный состав. Экосистему нужно поддержать, её нужно направить в правильное русло, развитие только дружественных грибков. Ну и, конечно, подпитать корни растения. С этим будет прекрасно справляться аминосил в составе рабочего раствора с триходермой. Триходерма. Значит, вы должны помнить и знать об этом. Кто слышал у меня на канале об этом, то хорошо. Либо я напоминаю, либо я рассказываю тем, кто не знает. Триходерма, вериды, харцианом. Эти грибки не проникают сквозь оболочку корня. Они не заходят внутрь корня. Триходерма, вериды, триходерма, харцианом работает на поверхности корня. У триходермы нет способности глубокого проникновения внутрь корневой системы, внутрь корешка. Корень орхидеи фаленопсиса имеет многоструктурную систему, которая состоит из нескольких частей. Внутри центральная нить, потом хороший слой виламена, губчатая структура, которая хорошо обогащается водой и способна содержать растение длительное время вне полива. Вот обогащается виламен, потом уже все происходит как надо. И оболочка корня. Вот из чего состоит корень фаленопсиса. Вот как раз триходерма внутрь туда не попадет, она сядет, разрастется на оболочке всех корней и будет защищать корневую систему от попадания туда недружественных грибков. То есть защищать от возможных форм инфекции корневой системы. Ой, смотрите, девчонки и мужчины, все-таки влажноватая еще посадочка, видите? Почему она такой влажной остается? Вы же помните, что много-много хорошего сохраненного грунта, то есть коры из предыдущей посадки было взято в посадку к этой орхидее. Поэтому я еще ее поливать не буду, чтобы корневая система не дай бог не переувлажнилась. У этой орхидеи все хорошо. Я вспомнила, я вчера вечерком немножко, немножко, вот буквально по поверхности из опрыскивателя увлажнила поверхность посадки. Водичка, она не стекла внутрь, сюда вот, немножко стекла, вот она, видите, тут чуть-чуть болтается, но горшок не касается, дно горшка не касается воды. Ну, поэтому вот эту поливать не буду. Ладно, обойдется пока она без этого хорошего состава. А вот эту уже точно нужно полить. Вот, видите, триходерма оседает на дно горшка. Болтаем перед каждым поливом. Все, у меня прошло полчасика. Можно больше их будить, чтобы они быстрее проснулись. Вот я вам сказала, теплую воду берите. Все, размешали и смелым движением руки заливаем колбу. Я залью на две третьих объема. Почему? Потому что у меня стволик низкий. Он там у меня зашел в посадку. Ну, вот так будет достаточно. Все это дело оставляем минимум на полчаса. Представляете, вот там воздушные корни, а я оставлю на полчаса. Почему? Потому что в этой посадке очень крупная кора, невлагоемкая, немножко мха, но мох располагается только у стенок горшочка. И нам нужно дать время для того, чтобы триходерма села на корни, на грунт и на них зацепилась. Поэтому полчаса. Вот так я работаю со своими любимыми составами. Про триходерму я вам уже с создания канала все рассказываю, рассказываю, рассказываю. Очень нравится мне все-таки этот биофунгицид. Так, что умею, то показываю. Результаты всего того, что я показываю, опять-таки, все это можно проследить на моем канале в тематических плейлистах. Пожалуйста, путешествуйте, обращайтесь к ним, любую информацию найдете. А свой видеосюжет я сегодня заканчиваю. Хочу вам пожелать всего доброго, здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока! До новых встреч! Остался у меня раствор. Вы мне спросите, Ирина, неужели выливать? Девочки, вы что? Это ценный состав, который сейчас у меня пойдет в полив недавно пересаженных орхидей. Пойду полью пересаженную радугу, где состав грунта полностью менялся. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова